Во время многочисленных переездов бессменный конферансье Павел Ильич Лавут и замечательный поэт-футурист Владимир Маяковский развлекались довольно своеобразно. Они соревновались между собой, кто вспомнит больше железнодорожных станций, которые шли к Сталина и в обратном направлении. Вы знаете, во время донбасских гастролей Маяковскому нарочито не везло. Сначала они с Лавутом и Семеном Кирсановым были изрядно искусаны клопами в луганской гостинице. Они уже перебрались на пол, побросали туда матрасы, но все равно эти надоедливые насекомые не давали им никакого отдыха. Оттуда им нужно было отправиться в Сталина, но, к сожалению, прямого поезда не было. Пришлось ехать через Дебальцево. Приехав в Дебальцево, они обнаружили невероятную пустоту на вокзале, пустоту и урчание желудков голодных мужчин. Они прошли сначала в одну столовую, но там висел замок, прошли во вторую, но та тоже не порадовала их едой. И остались бы они ни с чем, если бы Владимир Маяковский своим зорким взглядом поэта не заметил на одной из пыльных улиц Дебальцево курицу. Они прошли вслед за курицей к дому, и хозяин грузин радушно встретил всю честную компанию. Он приготовил им обед, накормил, напоил, и настроение у нашего поэта намного улучшилось. Оттуда им приходилось добираться в Сталина. Ехали через Ясиноватую. Приехав в Ясиноватую, понимали, что опаздывают на свои гастроли невероятно. За несколько дней до этого город Сталина украсили плакаты. Приезжает поэт, футурист, Владимир Маяковский, вечер стихов, ответов на вопросы. Выступление поэта должно было состояться в начале первой линии, там, где нынче кольцо второго троллейбуса. Из Ясиноватой в Сталина ехали настороженно. Извозчик предложил на выбор две дороги. Есть дорога покороче, но она очень опасная. Есть вторая по длине, но на ней тоже стреляют. Маяковский достал свой револьвер. Семен Кирсанов, невысокого роста, горделивый поэт из Одессы, тоже полез в саквояж и держал на готове свой нога. Но все обошлось. Но, правда, рабочие и шахтеры негодовали. Выступление, которое было назначено на 8 вечера, затянулось и не начиналось даже в полночь. Но вот пролетка выскочила на полуночные улицы города Сталина. И вот поэт уже врывается, вихрем замывает на сцену и начинает читать свои пронзительные стихи. Зал рукоплещет. Они готовы простить ему все. Но это еще не все, говорит Владимир Маяковский. Он готов отвечать на вопросы толпы. Вот первый вопрос. Почему же вы выступаете без пиджака? Так от жары балда. Ведь был жаркий июль. И пиджак, конечно же, Владимир Маяковский снял. Но и это еще не все. И он говорит, у меня для вас сюрприз. Я опоздал. И вот мой подарок вам. Не только мои стихи вы услышите в этот вечер. Но и стихи замечательного поэта Семена Кирсанова. И в противовес огромному, громкому Маяковскому выбегает невысокий, но такой интересный Сема. И, кстати, именно благодаря Семену Кирсанову мы имеем воспоминания в рифме того, что происходило в тот день, в 1927 году, в городе Сталина. После своего выступления Владимир Маяковский, Павел Ильич Лавут и Семен Кирсанов отправились в меблированные комнаты гостиницы «Октябрь». Так переименовали гостиницу «Великобритания», которая сегодня же, опять же, носит свое старое название. На следующий день Маяковский уезжал из Сталина. Везли его на автомобиле. И вот шофер не рассчитал, попал в яму и порвал покрышки на своем автомобиле. И ехал дальше на ободах. Это очень рассердило Маяковского. Он сказал, товарищ, ну нельзя же так, нельзя же так издеваться над машиной. На что водитель, отмахнувшись, сказал ему, ну мы же по-нашему, по-пролетарски. Вы знаете, не любил всего этого Владимир Маяковский. И даже уже позже, сравнивая деятелей искусства с этим нерадивым шофером, он негодовал. Какие там лефы, где уж нам, нам по-простому, по-советскому. Наша победа не во прощении, а во хвате всей сложнейшей культуры. Меньше ахров, больше индустриализации. А уже ожидая поезд на Харьков, позже вспоминал Павел Ильич Лавут, Маяковский увидел в проезжающем поезде Мейерхольда. И стоя несколько минут на станции, они успели обменяться рукопожатиями и несколькими добрыми словами. В 1927 году Маяковский выступил в 44 зарубежных и советских городах. И по его нехитрым подсчетам, его стихи прослушало порядка 60 тысяч человек. А город Сталина немного позже увековечил приезд поэта, назвав его именем один из центральных городских проспектов.